В первый же день лета без задержек пенсионный фонд приступил к перечислению единовременных выплат на детей в размере в 10 тысяч рублей. Это пособие придет на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет по заявлению от родителя. В день защиты детей выплаты уже получили более 170 тысяч несовершеннолетних жителей республики. Сегодня идет перечисление по тем заявлениям, которые были поданы до 22 мая. По нашим оперативным данным, если заявление подано в период 23 мая субботы по 25 мая понедельник, оно рассматривается и средства будут перечисляться 2 июня. Впереди еще большие перечисления. Мы должны сказать, чтобы мамы не волновались, все родители получат выплату детскую. Если мамы сегодня не получили деньги, не стоит волноваться, скорее всего, она получит их завтра. С 1 июня увеличивается и минимальный размер ежемесячной выплаты по уходу за ребенком до полутора лет. Минималку получают безработные матери. Теперь размер такого пособия будет составлять 6752 рубля. Также с 1 июня все соцвыплаты защищены от списаний за долги. Для этого вводится специальная банковская кодировка. Если этот код стоит, то банк принимает его под этим кодом и ставит определенные отметки в его счете при зачислении денежных средств. Денежные средства не будут изыматься. В случае, если все же произошло списание денежных средств, на которые не может быть обращено взыскание, должник незамедлительно обязан сообщить о данном факте судебному приставу по месту ведения исполнительного производства. В течение суток принимается соответствующее процессуальное решение о возврате денежных средств. С 1 июня в стране заработал специальный реестр компаний. Он объединяет в себе все организации отдыха и оздоровления детей. В Удмуртии к приему детей сейчас готовятся как школьные, так и загородные лагеря. Официально летнюю оздоровительную кампанию начнут с учетом эпидемиологической обстановки, но не раньше, чем 1 июля. Пройдет она в режиме обсервации. Сотрудники не будут выезжать из лагеря, не будут иметь такой возможности, родительские дни не будут организованы. То есть дети приезжают со справочкой о том, что они здоровы, что в контакте не были, как всегда, в общем-то, да. И две недели находятся в лагере с постоянным составом, чтобы не занести инфекцию. Изменения этого лета касаются и временно безработных граждан. При подаче заявления на получение такого статуса в режиме онлайн центры занятости сами будут запрашивать в ЗАГСах, полиции и других ведомствах все необходимые при постановке на учет сведения. Наталья Байгозина, Новости.